Дорогие друзья, меня зовут Алексей Салатий. Я популяризатор математики и отец четырёх детей. И хочу сейчас обратиться к тем, кто хочет превысить скорость, чтобы объяснить на этот раз не то, что это опасно, а то, что это бессмысленно. А то, что это опасно, я уже объяснял. Почему же это бессмысленно? Казалось бы, вы поехали быстрее и приехали раньше, да? Ну нет, вы же едете не в чистом поле, не по дороге Москва-Петербург платный, да, в который ни одного светофора там на много-много километров подряд. Вы едете в городе Москва. А что такое город Москва? Ну или другой, в принципе, любой город России, в котором, так сказать, дороги, перекрёстки и так далее. Вот у вас там есть и перекрёстки. Вот здесь на перекрёстке стоят светофоры, да? У светофоров есть какой-то режим. Вот он зелёный, а вот он потом будет красный. Вот. И этот светофор тоже, и этот тоже будет то красный, то зелёный. Вот. И вот вы едете. Типовое расстояние, которое вы проезжаете от светофора до светофора, ну, 200, там, 400 метров. Ну, это обычная ситуация. Где-то между 200 и 400 метров. И имейте в виду, что если данная дорога регулировалась кем-то достаточно умным, что в Москве случается нелегко. В Москве целая команда занимается проблемами транспорта, и уж будьте спокойны, в большинстве случаев регулируются умными людьми. То тогда вот этот вот светофор будет включаться на зелёный свет через такое время, чтобы со скоростью именно 60 километров в час, а не то, что вы поломали, включиться на зелёный. То есть вы здесь стартанули, а зелёный свет у вас, у вас идёт, например, треть километра. Допустим, 333 метра было, да, расстояние. Тогда километра вы проезжаете за минуту с этой скоростью, а 30 километров, соответственно, за 20 секунд. Ну, вот вы проехали 20 секунд, у вас здесь как раз случился зелёный свет. Теперь давайте вы попробуете поймать предыдущий режим зелёного света. Когда же было в предыдущий раз? Вы же хотите быстрее, да, доехать? Может быть, 200 километров в час поедете и поймаете предыдущий режим зелёного света. Но нет, так не получится, потому что до этого хотя бы 15 секунд горел красный, хотя бы 15, да, пешеходы меньше, чем за 10 секунд. Перейти точно не могут. А может, вообще 20 секунд горел красный. Если 20 секунд, то вы даже со скоростью света не доедете. Если 15 секунд, то вам нужно разгореться до 200. Я думаю, что у вас, это самое, как это сказать, уж до этого точно духу не хватит, и машина тоже не резиновая. Поэтому никакого смысла в этом случае разгоняться до 60 секунд в час нет вообще, от слова совсем. Спокойно езжайте 60 и пользуйтесь зелёным романом. И всё.